Шалом, Бок-Кир-То, мне как мои студенты в университете говорят, Катайм сказал, Бок-Кир-То, поломанные пальцы тебе тоже. Правильно сказали эту фразу. Я так рад, что могу здесь быть. Мы будем сегодня говорить о том, что сверхъестественное, и то, что может некоторые посчитать странно. Да, я говорил пастору Марку, о чем я буду сегодня говорить. И не думайте, что там можно ожидать. Да, будем говорить о Торре, Торма. Но есть то, что очень интересно, которое скрыто в этой главе или в этих писаниях. Я хочу о том показать. Некоторые, это я упоминал раньше, но для тех, которые здесь нет. У нас есть те, которые даже вокруг мира, очень много, которые смотрят нас сейчас. Я что-то повторю, то, что вы уже слышали. Простите мне. Но есть те, которые еще меня не слышали. Я хочу поделиться этим с ними. Да, мы будем говорить о том, что, может, странно, сверхъестественно. Как все остальное, то, что сверхъестественно. Его якорь есть то, что естественно, или то, что нам нормально. Да, может, но быть, странно, чуть-чуть странно. Посмотрите на реальность. И как это переводится. Или как это можно увидеть в нашем мире. Одно из них, это связано с элементом, который мы очень часто встречаем. Этой части Торы, Пороша. Да, есть очень много деталей в Торе. Если вы смотрели Библию, от Исада 25 до 27 главы, до 19 стиха, нас заполнено описаниями. Все скини, этот ковчег завета. Все остальное, что там было для хлеба. И эти разные части, которые держали это. И, конечно, мы будем там целой недели. И этот хлеб оставался целой неделью. И да, все эти детали написаны в Библии. Но мы сосредоточимся на только некоторых моментах. Так, мы не будем ни с самого начала начинать. Но эти все детали, когда описывается, как все сделать. Где-то все происходит. Когда мы читаем первый стих, 25 глава исхода, и сказал Господь Моисея Гаврия. Какие окружения, или какая это установка? Некоторые думают, что это пустыня. Но это что-то произошло на вершине горы Синай. Да, на верхушке горы. И все, что он говорит до 31 главы, в конце 31 главы, есть очень много описаний, описаний, как построить эту скиню, этот ковчег, все остальное. Но также очень много правил, как себя вести, как мы называем закон. Некоторые мы слышим это слово «закон». И у нас такая реакция, что мы не рады, что-то неприятное. Мы освобождены от закона, мы говорим. Но этот закон, который многие люди ставят ниже, но этот закон просто нам показывает быть хорошим человеком. Это заключается в этом законе. Как общаться с друг другом, как уважать тех, кто старше, уважать мать и отца, помогать тем, кто бедный, не ворвать тех, которые сироты и вдовы. Да, это очень полезная вещь, чтобы мы называли лучших, как люди. И, к сожалению, многие просто говорят это как закон. Мы больше об этом говорим второй части. И одна часть закона, это не просто закон, это Тора, это жертвы. И эта часть, да, я могу понять, когда люди говорят, о, жертвы. Но это не весь закон. Почему оно правило не убивать других? Это потому что это часть закона, который Бог создал, чтобы мы могли жить, чтобы мы правильно могли жить. вторая часть, это проблема с жертвами. И это почему часть этих описаний, это жертвенник, который был в Скине. И он говорит с ним здесь. И мы замечаем, что это очень интересное. Второй стих есть на ваших страничках. скажите нам, Израилем, чтобы они сделали мне приношение. Даже это предложение, оно, есть такой тон, что-то приятное. Можешь просто повредить с ними. Как будто-то он что-то просит. Не так же он говорит, командовать, сделайте это. Это просто очень приятно сказано, мягко. И причина для этого, это потому что Бог просит того, чтобы люди что-то пожертвовали, чтобы они пожертвовали часть того, что они имеют, то, что им Бог дал. И читаем, что он просит. от всякого человека, у которого будет усидия. Но что интересно, которое я прочитал, 40-50 комментариев раввинов о этой части, но я ни одну не прочитал. Может, здесь существует, но я не прочитал о тех, которые говорят об этом слове, приношение или жертва, турма. Никто не в этом слове, но это очень интересное значение. вот Бог говорит и просит вот это приношение, которое ты возьмешь на них. Это три части. Первое – золото, потом серебро, и последнее – это медь. это, что он просит от людей, которые они принесли. Вот, они вот здесь в своих палатах, они приносят то, что драгоценное. Но это слово, турма, очень интересно у него, значение. турма, турма, это слово, приношение, если вы стараетесь понять это слово, или разделяем это слово, жертва, жертвовать, но это еврейское слово турма, это слово, рам, это превозносить, то, что превыше, превозношено. не только превыше, превозношено тому, кто принимает. Конечно, тот, кто принимает, это все чуть выше, но оно также превозношает тот, того, который дает. И не знакомо ли это, когда вы делали что-то приятное для другого? Да, все это почувствовали, да, может, это не были деньги, но то, что вы пожертвовали своего богатства, или с того, что вы имели, и вы дали кому-то другому. Это было как приношение, то, что вы дали кому-то. И это как-то повысило вас. Вы начали чувствовать себя хорошо. И почему вы начали чувствовать себя хорошо? Почему вам стало приятно? Возвремя так много осталось, но вы только часть отдали, и хотя вы ничего назад не получаете. Не физически, не то, что вы идете в магазин, купляете это, и потом что-то получаете. Да, это не жертва, но здесь вы что-то сделаете, и все равно вы чувствуете себя очень хорошо, хотя вы ничего не получили. Да, это идет против того, как выживание. Я только сделаю только для тебя, если ты что-то мне сделаешь. Это выживание. но здесь вы делаете то, или люди делают то, что для них, и чувствуют себя превознесенными или возвышенными. Это связано это слово турма. Это слово, которое можно найти на других языках, это турма, это рам, это превозносить или возвысить. так вы приносите или возносите этот дар, чтобы делать эту жертву. И оно также возвышает людей. И другой части, другой стороны, почему Бог попросил, чтобы люди приносили все это? Он хотел, чтобы люди Израиля были связаны что мы посвящены тому, что они приносят. Вы даете и вы также принимаете. Но вы принимаете то, что требуется. Например, это также происходит при тем, как они получили эти законы или камни закона. Да, я наперед забегаю. это турма, которая дает, это то, что возвышает или возносит тот, кто принимает и тот, кто дает. Вот описание, что делать синим, фиолетовым, синим. это материал от маленькой улитки, если видеть талит, это одержан для молитвы. Там есть ниточка синего, это не просто краска, это то, что сделано с улитки. Да, очень трудно ее найти. Это синий цвет. Назвать талит. Это похоже на голубой цвет. И вот масло для света и камни. Потом мы замечаем что-то очень интересное. В одиннадцатом психу, девятом психу, он говорит, скинил и образец всех сосудов. Так сделайте это тавнит. Это называется мишкан. Потом мы читаем про ковчег. Что заключается в этом ковчеге? Здесь мы начинаем описать, как его сделать. Но что интересно, я положил его чистым золотом изнутри и снаружи. Почему он должен быть обложен золотом внутри? Золото. Люди думают, все здесь золото. золото. Вся глава, когда мы читаем, очень много золота везде. Если это только было для славы, чтобы делать его красивее, чтобы это было уважение и честь, почему делать это золото внутри? никто даже не будет его видеть, но было закрыто все время, только один раз вот, когда священник или первый священник войдет, почему оно должно быть обложено золотом внутри? Но что интересно, есть много упоминается слово золото, когда строится этот ковчег. Да, вы видите, очень много золота. Поверем чуть-чуть о золоте. Не только секундочку, может чуть-чуть больше, потому что это очень интересная тема. Когда мы читаем дальше в стиху сейчас стараюсь быстро найти. То, что-то запутано. описание продолжается. Он попросил, чтобы он построил эти, как они говорили по-английски херувимы. Крувим на иврите. И какая цель этих херувимов? Почему не там херувимы? Если мы это слово херувим, на древних языках, на арамеях, и узнают, что лица этих херувимов, посмотрите на этих херувимов, на что они похожи, на молодых или на старых людей, конечно, на молодых. Очень часто в репликах они похожи на детей, на вырожденных. Эти херувимы похожи на детей. И рожается этот вопрос. здесь, также видите, это другая картина, Но они выглядят молодые. И посмотрите, как они, как эта культура связана. Первое, это почему это младенцы в других языках. Да, а на время, что Герувимы были как младенцы с крыльями. Даже римляне, греки, в своей мифологии, они тоже похожи на Кюпид. Конечно, они взяли эту идею от этих херувимов. Но самое интересное про этих херувимов, я стараюсь найти этот стих. Я чуть-чуть перепутал страницы. Но самое интересное, Главная цель Ковчега, чтобы в 16-м сиху и положить в Ковчег откровение, которое я дам тебе. Это откровение, этот завет. Какой завет? Это не какое-то свидетельство. Бог не свидетельствует о чем-то. Да, Ему не надо говорить свидетельство. Но это как воля. Это должно было быть внутри Ковчега. Но это будет место, где Бог говорит Моисею. Я буду говорить тебе оттуда. Это место, от которого я буду тебе говорить. Где Бог говорит, что Он будет говорить с Моисеем. Это я буду тебя встречать и тебе говорить. 22 стих. Мои страницы чуть перепутались. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух Ермавимов, которые над Ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через себя сынам Израилам. Это место здесь, посредине этих двух Ермавимов, посреди этих двух, Бог будет говорить здесь, посреди этих двух, к Моисею, и больше всего к первосвященнику. Какая причина? У Бога есть разные способы поговорить с людьми. Может, вы вспомнили способы видения? Это один способ. Какие еще способы? Во сне. Да, правильно. Во сне. Это как Бог говорит. А как еще Бог может говорить к людям? В тихом голосе. И также через пророков. Он может говорить через пророков. И так есть очень много способов, как Бог может говорить. И одна упоминается чуть позже в этом контексте. Это называется Урим и Тумим. Слышали эти слова раньше? Может, некоторые, да, некоторые другие, нет. Это способ, как Бог общался с людьми. Бог будет говорить к людям отсюда, к первосвященнику, вот здесь, посреди их. Есть хорошие причины для этого. Давайте поговорим чуть-чуть о золоте. Вот у меня есть некоторые факты о золоте. Спасибо. 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 Итак, причина, почему все сделано из золота, может, для некоторых подозрительна. Какая причина? Это говорит с разговором, как Бог будет говорить с этого ковчега. Вот факты о золоте, которое упоминается в этом описании, означает, что это не только было для славы и красоты, но золото очень важно, чтобы это для электроники, так же способом, чтобы хорошо можно слышать. Если вы хотите подсоединить эту связь, можете поставить HDMI, но если вы хотите, чтобы хорошая была связь, то вы хотите, чтобы та, которая имеет чуть-чуть золота. Может, это просто факт о технологии. Оно очень хорошая проводимость. Значит, электричество может легко идти через него с минимальным сопротивлением. Если вы хотите, как звук слушать или что-то другое в тех, ну, телефон или компьютер, да, это хорошая проводимость. Иногда мы используем медь или с алюминием, но чуть-чуть электричество теряется. Я не знаю, какой процент, но где-то 30% того, что создано, оно теряется, потому что оно не может его так проводить. Оно не позволяет, чтобы электричество так хорошо протекло через него и не потеряется. Да, серебро медь тоже может проводить электричество, но у золота самое высшее качество. И поэтому это идеальный материал для технологии, для электроники, как те, которые мы упоминали. Когда используются технологии, это теплопроводность, где-то 318 ветер в марк. Может, вам это интересно. Это теплота, которая позволяет, чуть-чуть ниже, чем у меди. Например, если вы используете золото, оно будет нагреваться меньше. Оно не так сильно будет нагреваться. Итак, провода золота, оно будет оставаться, эта система остается прохладнее. И это почему его используют в компьютерах, телефонах и других технологиях. Цена, где-то 2025 долларов за аунс, это в феврале этого года. Золото считается одним из самых дорогих металлов в мире. Даже, хотя у него высокая цена, оно широко используется в производстве. От компьютеров, ноутбуков до смартфонов, телевизоров, все содержит золото. Большая часть электроники все содержит это золото. Почему они используют золото, вместо того, что дешевше или доступнее? Также, золото, оно есть устойчивость к потуснению. Да, серебро, и медь, оно есть потуснение или торжевление. Можем слышать разные звуки, потому что нет такой хорошей связи. Оно очень стабильно и хорошее очень долгое время. Оно здесь не заканчивается. Дополнение высокой электроповодности, и что легко с ним работать, это драгоценный металл, он устойчив к потуснению. Оно не смешивается с кислородом. Вы видели, как некоторые материалы стают зеленые, или серебро может стать черным с временем. это связь бы, стало бы хуже с временем. Даже если вы оставляете на улице долго, оно очень мало примет кислорода и питает. Последнее, золото, оно четко, очень легко с ним работать. Это мягкий материал. И так можно в очень маленькие места, как микроскопические, дойти и посадить золото. И переводим к этому. Все сделано золото внутри и снаружи. Я не выражу, что это факт, но в 22-м сиху я буду говорить тебе посреди двух этих. Если у вас есть эти научники дома, сколько у вас их дома? Два. Один с одной стороны, другой с другой. Да, хорошо можно слышать, когда звук с рон приходит. Да, есть те, которые больше предмены, то есть пять, некоторые крутые машины имеют 30 спикеров, но два это достаточно. Но Бог хочет завалить ему посреди этих двух. Это крылья. Посмотрите на меня на секундочку. Я не пастор, я просто учитель. Подумайте о пасторях, о рабинах, профессорах, больших университетах, особенно проповедники, что они делают. Я ставлю микрофон, они делают это. Видели это вырачи? На что оно похоже? Они протянутые крылья. Они так делают. И вы делаете это снизу вверх. Видели вы пасторей, или проповедник, или профессоров, которые лежат на полу, и так лежат и варят. Они сверху варят, и варят ниже. Сверху на низ. Это когда протягивают руки или крылья, когда вы будете благословлять людей. Мы видим это. Вы ставите руки над их головами. В других культурах это называют эти каналы или может другие способы. Но это как давать это благословение. но это не связано с этим. Это может быть благословение или проклятие. Но смотрим, что технология происходит. Вы не можете смотреть телевизор воздуха. Даже если вы не получаете что-то свыше. эти компании Кейбл, они должны найти это было высокое место и ставили эти башни. Теперь вы можете это почти в каждом городе. И они передавали эти волны. телевизоры или другие они понимали эти сигналы. И теперь спутников. В Библии истории мы видим, что благословение и проклятие в тот же способ приходят. Я упоминал это пару раз о Валаме. Мне кажется, я здесь тоже говорил. Может, кто-то эту историю не слышал. Его наняли, чтобы проклять народ Израиля. царь предложил ему больше, потому что он хотел соглашаться. Но наконец он зашел на ту высокую гору над Иорданом и он видел, как эти люди в своих шахтрах. И это была идеальная атмосфера для благословения или проклятия. Он превыше, он может низвергнуть, он может протянуться в свои руки и не звергнуть это проклятие. Это почему наняли, но вместо того, что этого, он говорит эти слова. Это проклятие стало благословения. Как благи твои шатры, о Яков, твои места прибытия, о Израиль. Это проклятие стало благословением. Но это действие сделано то же самое. Он был превыше над те, которые должны принять это проклятие, но это стало благословением. Это одна из самых прекрасных благословений. Это часть этой молитвы утра. Это что произошло с этим проклятием. Балаам стоял наверху, и он низвергал это. Это не совпадение, что эти два героевима. И здесь описание, или объяснение, которое призывает, что мы также протягивали свои крылья. Они должны быть протянуты. Почему? Почему они не могли просто возле них стоять? Мы не знаем точно причину, но есть пару фактов, которые мы вместе слагаем. Это используется золото, да, может быть, для красоты, но также для цели, которые Бог создал. Я буду тебе говорить оттуда. Это не просто они угадывают в 22 сегу. Здесь я буду открывать за тебе и говорить с над крышкой посреди двух ерубимов. Посреди этих две колонки я буду говорить тебе. Давайте теперь поговорим о другой части. Это способы, как Бог говорит, но мы не знаем почему точно. Давайте чуть дальше пойдем. Здесь упоминается первый раз этого Урима и Тумим. Урим и Тумим. Если мы дальше читаем этой части и дальше, заметим эти слова Урим и Тумим. И что это Урим и Тумим? Это странные слова Урим и Тумим. Но это подсказка. И мы углубимся этой тайной Библии. способом понять чуть лучше. Это было таинственное средство общаться с Богом, чтобы получить ответы на важные вопросы, которым уже цари имели или лидеры, и это через первого священника. Оно одевалось на нагрудник, который носил первосвященник над своим сердцем, когда он ходил перед Господом. И это мы читаем Исход 28-30. Это действует еще страннее, что оно противоречит или идет против учения Библии. предсказывать, что это запрещено. Как можно позволить, чтобы предсказать о будущем? Какой смысл? Да, будущее запрещено его знать. Здесь мы читаем Сокровенные принадлежат Господу Богу нашему, а открытые принадлежат нам. Это мы читаем Таразуконе 29-28. Сокровенные принадлежат Господу. Открытые принадлежат нам. И она опять упоминается. Это еще сведет больше странно. Потому что один способ, как можно предсказать будущее, это через Бога, когда Он говорил через пророков. Это один способ, как можно предсказать будущее. Но смысл этого, чтобы предупредить, чтобы что-то не случилось. И конечно, мы знаем, что Бог все знает. Бог знает все забытия, все, что нас ожидает. Потому что Иеремия Мшем, перед тем, как и даже я создал в Атробе, я уже знал тебя. Но Бог говорит через пророков. Предупреди их. Итак, есть способ, чтобы предотвратить что-то. Если это произойдет, какой смысл предупредить людей через пророков? Это не поможет, если оно все равно произойдет. Если конечно это случится, без сомнения, вы можете плакать на улицах до конца всего, ничего то не поменяет. Но есть способ, как поменять некоторые события. Это интересная идея. И пророки приходят и предупреждают. Но эти стихи, оно это один способ, как было правильно предсказать будущее или общаться с Богом, это через пророков. Было два способа, как общаться с Богом. И это 1 Царство 26, 8. И когда Саул вопросил Господа, Господь не отвечал ему не во сне, как уже упоминалось, а так как один способ, как Бог может таврить к нам, не во сне, не через Урим, это Урим и Тумим, о которых мы сейчас говорим, и не через пророков. Вот три способа, как Бог может общаться с людьми, которые учатся в Библии. Он не отвечал ни через сны, ни через Урим и Тумим, через пророков. И здесь Урим упоминается как способ, как можно общаться с Богом. Люди не могут общаться напрямую с Богом с вопросами о будущем. Да, вы можете попробовать, но не будет очень честного ответа. И мы даже читаем, он сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец установил в своей власти. Это не вам знать времена или сроки. Его власти. И мы читаем это Деяние 1 глава 7 стих. Может вы чувствуете, что ваша молитва была отвечена, то, что вы надеялись, то, что было в вашем сердце, и вы попросили, вы знаете, что Бог ответил? Очень часто люди говорят, я знаю, я сделал это, и мне был ответ. Но в другом способе это может то, что сверхъестественно, может какой-то звук произошел, может вы видите какой-то знак, и вы видите что-то ответ от Бога. Но это очень редко, что люди просто говорят, и они как-то слышат или видят Бога. некоторые говорят, что люди говорят, я Бог пришел, я тусил, а Он мне в этот ответ. Да, но это в основном не происходит, и очень тяжело доказать. Да, вы можете записать это и потом нам это сказать, но это очень редко. происходит вопрос, почему Бог допустил такой инструмент, как у Рима Тумим? Почему Он позволил это? И в Неме 75. Никто не может применить это противоречие. Почему да, может, чтобы осуществить некоторые события, но иногда это не помогает, потому что перед войной, когда Он пришел к ведьме, чтобы узнать о волшебнице повред о будущем, и она привела этот дух Самуила. ему сказал, что ты придешь на войну, но ты не вернешься, потому что ты умрешь. Этот дух предсказал будущее. И интересно думать об этом. Какие инструменты или способы, которые позволяли люди говорили с Богом. некоторые думают, что рим это были драться камни, которые были в нагруднике первой синджи кенька. Но были они просто драться камни. Видели какие-то драться камни, что говорили с вами, которые спрашивают вас, о, как села, что новое? Да, эти камни в основном не вред. Но когда сажаем вместе, когда мы понимаем даже еврея, есть еще одно слово, которое может появиться перед вами. Это первое слово Тумим. Есть это слово Урим. Это слово Ур, которое означает свет. Первое в создании мира, мы читаем, и Бог сказал, пусть будет свет. Да, будет свет. Ор это свет. Это может подсказка Урим и Тумим может какое-то орудие, или прибор. Это люди. Пересвященки, да, они были превыше любого человека, но все равно они были люди. И они говорили Богу, и как-то они слышали слова. Да, это не было видение или сон. Здесь был способ орудия, которое позволило, чтобы происходили эти звуки. первое слово это Урим, и это подсказка орудия, которые производят этот свет. Это первая буква Ор, это может означать что-то аппарат света, или то, что производит свет, изучает свет. Знакомо ли это вам инструмент, который изучает свет. Может у вас тоже есть такой прибор, который есть звук, и оно производит свет. Я думаю, у вас всех есть. И почему мы не можем поверить, что может что-то похожее было тогда, в то время? Почему мы сразу должны что-то может у них было какое-то орудие, которое производило этот звук и свет, и поэтому мы упоминаем, что разовор есть, это общение, и это два крылья этих два херовима, которые производят, откуда происходит этот звук, и это просто идея. и идею трудно найти. Здесь. Это первый священник. Может, то, что было на этих камнях, был этот свет, и какой-то звук. Мы можем только представить, какие звуки создавали, может, какие голоса. тумимы, и это слово тумим, второе слово тумим, мы точно не знаем, что оно означает. Мы старались его как-то понять. Это означает полнота или истина. Это может показать просто Богу. мы говорили, как эти херувимы, потом наши упоминаются у римлян и у греков, и не используют этих ангелов, младенцев, как их не купят. И они взяли от херувимов. Знаете, что они еще взяли от евреев мифиологии греческой и римской общаться с высшей силою и советоваться своими богами. Через что? Через оракалы. В этом слове ора это слово ор. Ор это как урим. Есть свет и это оракул. Знаете, какое это слово? Это звук или голос. Ор это свет, ка это звук или голос. И оракул это вместе свет и голос. Сколько они взяли это от евреев, это урим и томим. Это прибор, который производит свет и звук. То же самое время. Так, мы видим ора. Есть ответы на эти важные вопросы. Часто сравнивается как свет проявляется в темноте. Когда этот свет сияет, есть какое-то прозрение или это как-то связано с невежеством или неуверенность. Мы очень часто называем это темноту. Мы не можем это предсказать, мы не можем быть уверены, что нас ожидает. Те, которые люди закрыты, они не хотят слушать, они не хотят думать. Мы называем темный ум или темный дух. И это связь между пробуждением или просветлением. Это почему у нас есть это обучение, потому что оно приносит свет. И это те, которые начали университет Йель, и те, которые Индиана университет, они решили использовать эту надпись Урим и Тумим как их лого. Если вы хотите эту эмблемку Йель университет, там будет лого этого университета. Да, это очень высокий университет в Америке. Урим это просветление Ор. Потом мы взяли это еврейское слово с этой темы, которую мы обсуждаем. И наше время заканчивается. Так мы продолжим и будем упоминать новые или интересные темы с Нового Завета. И продолжим с Старым Заветом. И сейчас будет перерыв. Итак, увидим вас скоро. Перейдем к второй части, которая соединение любви и поправка там, где неправда. Я просто чуть дальше объясню, о чем я говорю. Но перед тем, очень драционный момент прошел во время прерыва. Во время золота, о том, как оно очищается, это золото. Мэри Джо подходит, она показывает, я позволю, чтобы она сказалась о своих словах. Мэри Джо, она учит музыку, и она великий музыкант на скрипке. Она сказала, что затронуло моему сердцу. Я пришла к Дени, чтобы показать мою скрипку, потому что я использую золотые струны. Я не знаю, если вы это видите на этой струне, да, и самые лучшие ноты это которые окружены золотом. Да, есть этот неприятный звук, когда есть это серебро или другие металлы, но когда золото, то оно красивое и очень сладкое. Спасибо, Мериджи. Это прекрасно. Это связано с музыкой и вот это гназательство, что звук стает лучше, даже скрипка. Наиврите, мы знаем, что скрипка это инструмент души. Итак, золото делает это звук сладче. И мы углубимся в по время Марк Билдс. я знаю, что многие делают то, что будет влиять на много поколений. Я надеюсь, я вижу потенциал иметь Библию, которой мы нуждимся больше, чем раньше нуждались. мы будем говорить о Новом Завете. Я покажу это. Я покажу то, что пастор Марк делает. Да, он делал, чтобы многие это заметили, что есть те, которые, чтобы мягко сказать, что там что-то неправильное в переводе Нового Завета. Мы знаем, и вы знаете, мы все знаем эту тему, что каждый перевод, каждая Библия, несмотря какая у вас версия, есть хоть какой-то уровень, оно отделяется от слова, слов, которые находятся на еврите. Я не только говорю о Новом Завете, но также о Старом Завете. И это происходит из-за этого процесса, когда стараются передать какое-то слово в другой язык. Есть эти границы на языках. Есть 10-15 значений к этому слову белые, те, которые на севере живут. Есть эти племена, которые понимают эти разные значения. Это слово белый. Есть это белый в глазе, белый в снеге, собаке. И это слово для нас только одно означает, а для них есть разные переводы. И так даже в Библии есть те, которые разные окружения, собираются вместе. Есть 72 людей, которые собираются вместе, чтобы перевести английский. Но они не все очень точно перевели, потому что они были предвзяты на всех этих языках, на английском, на испанском, на теркеш. И это нормально. Это разум человека, они по-разному понимают. Есть недостатки или ограничения, которые может они не полностью понимали значение какого-то слова. И очень трудно это делать. Но слово Божье написано на иврите, чтобы оно там оставалось. Мы раньше об этом говорили, и опять упомяну. Люди некоторые говорят, ты знаешь, какая версия еврейской Библии ты используешь? Когда они говорят это, я знаю, что они не знакомы с идеей, что я говорю, используя ту, которую Иисус использовал. Тоже Библию. Да, точную эту Библию. Да, точную ту, которую он использовал. Вауф, и они спрашивают, где ты ее приобрел? Очень просто. На английском есть много версий Библии. Даже версия царя, короля Якова, есть другие версии НИВ, НСБ, но многие считают, что версия короля Якова самая ближая к оригинальному евриту. Да, это правда. Да, есть разные различения, но на еврите нет разных версий этой еврейской Библии. Итак, вопрос не заключается о том, какая версия. Да, есть разные принтеры или те, которые распечатали эти, но мы также знаем это свидетельство Иисуса, который говорит, в котором мы говорим в Новом Завете. Когда ему говорят, приходят фарисеи и садукеи, они говорят ему, мы, что ты позволил, потому что он раввин, он учитель, он лидер во время своей жизни, ты позволяешь, чтобы люди работали на шаббат, и эта работа была, чтобы спасить человека. И они сказали или подозревали, что он поменял Библию. Библия говорит, не делайте никакую работу в тот день. Но потом он говорит, они приходят к нему и обвиняют его, что он поменял Библию. Он поменял Библию. Это люди во времени. И он говорит эти известные слова. Ни слова ничего не изменится с законом. Это слово закон, да, многие это слово не нравится. Ни одно слово не изменится с Библией, с Торой. Ничего не изменится с Библией. Пока есть еще земля. И он означает, он использует эти слова, жаргон, этих ученых. Их работа была переписывать поколение поколение эту книгу Тора. Если вы видите это Тора или Мезуза, есть эти запятые сверху. Это маленькие запятые или точки. Да. Нет никакой разницы, когда приходит звук, если вы читаете с этими линиями или нет. Это просто как оно выглядит. Или йоты. Тоже самые слова. Звук тоже самое. Так, почему эти йоты там присутствуют? И смысл всего этого это знание сердца человека, который Бог. Если кто-то переписать Мезуза, им надо переписать власть и свобода переписать. Они могут делать какие-то ошибки. Он создал систему, чтобы это не произойдет. Мы знаем, что закон был дан Моисею на горе Синай. Бог написал это первый раз, и потом эти камни были истреблены. Моисеи. первый раз, когда Моисею пришел к людям, потом он передал это священникам, и потом они передали отцам и отца своим детям. Эти маленькие линии там были. Хотя нет никакой разницы в звуке, но будет тот же звук, и будет означать то же самое. Оно должно было как нагодилось оригинальной Библии. это не любые люди, которые могут переписывать. Есть один или два человека в этом общении, которое может это делать. Когда они копируют, они должны оставлять эти черты идентичны, как оно было в оригинальной. Очень легко их пропустить. Итак, 22 буквы в алфавете. Самые первые самые маленькие это ют. Это одна третья размера нормальной буквы. И черта этой буквы почти невозможно ее заметить. Когда они пишут эту книгу Тору, они приводят этим приблизительно зеркалом, кто приближает, чтобы увидеть эти линии там, эти йоты. бог знает сердце человека. И бог знал, что если один человек может поменять одну йоту, а другой может поменять букву или какое-то слово или предложение. И потом, после пары поколений, как далеко люди отойдут от слова Божьего, которое бог хотел дать сперва. Итак, это йота и черта очень маленькие, но это важно, чтобы они оставались, чтобы все оставалось, как раньше было. Когда Иисусу сказали, «О, Иисус, поменяло». Он такой, «Я даже не позволяю, чтобы мы не изменили маленькую йоту этой маленькой буквы. Я не поменяю ни слова, ни закон Божий». Это был его ответ. Так есть только одна Библия. Нет разной версии. Даже ту, которую вы нашли в Кумрам, она все равно идентична. Да, были чуть-чуть измены к слову, и никто не знает, если эти изменения произошли, потому что что-то селось, и кто-то исправил. все равно это редко и только одна Библия на иврите. Но на английском это перевод. Очень часто эти различения слова от оригинального отклонения, это потому что может люди не поняли полностью что это слово означает. и так они передали как лучше как они могли. И это мы даем благодать или милость многих в Библии. Иногда было специально когда они хотели отделиться то, оригинально было написано. да, читаем о деньгах. Это как жертвы, как турма первой части. Богатые не должны давать больше полсикля, и бедные не должны давать меньше, чем полсикля. Он сказал, что богатые должны давать больше, полсикля. И теперь есть то, что мы в этой церкви Риме, чем больше вы даете, чем больше очищения, чем больше права вам дано. и так. Они сказали, можете делать, что вы хотите, потому что теперь деньги все покроют. Одна и Библия там. Забрали это слово, не должны. Да, это отклонение, это невин, это нет, невинная ошибка. они сказали, потому что у них больше денег, и поэтому они забрали это слово, чтобы богатые люди давали больше секли. Но Бог хотел сказать, что несмотря от ваших денег, вы не лучше, если вы даете больше или меньше. И потом мы встречаем, что очень много, 50, может 60. Есть еще одна версия. которые как на улице говорят, Боссал, и тот идет, и он говорит, друг, и это как говорят на улицах, это версия Библии так написана. Да, они стараются, чтобы разные люди понимали, чтобы принять их с любовью и дойти до их сердца. Да, это приятно, но нельзя изменять слово. Да, вы можете описать или говорить о ней, как вы хотите, но не меняйте. Итак, мы возвращаемся к источнику от оригинальной версии короля Якова. Многие верят, что это очень хороший способ, как был переведен это с еврейом. И пастор Марк показал мне и многим людям, что есть ошибки и эти отклонения. Я не хочу никого обвинять, но я объясню. И он создал эту идею. Это будет самая лучшая точная Библия на английском. Он поделился со мной и мы вместе работаем. И мы очень рады. Я добавляю свои знания еврейцам. Он учитель, я студент, но я делюсь своим знанием еврейцам, чтобы помочь, чтобы оно было точным. И пастор проверяет разные места, где все правильно. из лишнего опыта. Я знаю, что мне немного получается. Мне говорят, что раввин. Я говорю, что я не раввин. Надо без ошибок. И у меня много ошибок. Я не могу быть раввином, потому что у меня много упреков. Я только начну говорить о них, то вы только уйдете вечером. Одно, что дар духа, один может хорошо заниматься. Я сказал моей дочке вчера, что моя мечта, я жил в маленьком городке в Израиле. Мой отец был полицейским, очень бедный. Тогда, когда я подрастал, то они были еще очень бедные. Он купил первую машину, когда ему было 55 лет. Волсваген, и этой машине было 25 лет. Это первая машина, когда 55 лет. И с деньгами, которые мы имели. Я был один, у которого микроскоп. все вокруг меня окружались, сказали, можно мне это попользовать? Я сказал своей дочке, знаешь, я мечтал стать ученым. Но ты есть ученая. словами. сказал, это правда. Да, надо проверять эти древние источники, чтобы увидеть, что скрыто в этих словах. И эта идея, на которой я думаю, это когда ломаете меньше сабетом на очень маленькие части, и доходите до важности, до основы. Да, это трудная работа. Это не то, что мы очень мудрые, но это тяжело работать, чтобы никто не повлиял на вас, кроме того, что вы видите в слове, и вы ломаете слова на самые маленькие части. Была это прекрасная возможность. Мэкдон Даглас это кто создал хеликоптер и проверял их самолет. Он один из двух которых может летать как хеликоптер. Он один из двух которых может летать вверх ногами. Он теперь пилот самый важный инженер. Теперь они мне красав Боуинг. И он сказал, он позвонил мне сказать, я хочу изучать Библию с тобой. Да, он ученый, он учил меня так же, чтобы разломать на маленькие части, рассекать на очень маленькие части, потихоньку, не пробегаем, а потихоньку и быть удивлены чем, что мы обнаруживаем. прекрасные люди происходят. Он один пилот, американский пилот, ему не позволяйся никуда не лететь, кроме Израиля. Он летел над Иерусалемом. Он один, который также учил израильтян. Но он очень глубоко в этой системе. Он как рассекать эти слова. И я работаю с пастором Марком на этом уровне. Так, пастор Марк видит то, что другие может не замечают, потому что в его разуме он делает эти связывают разные стихи. Одного стиха здесь. И он знает, что где-то стих находится подобный Старом Завете. И потом делает эти поправления. Я работал с ним на компьютере в прошлой неделе. И мы обнаружили, и мы начали кричать от радости, потому что мы сделали изменения, и мы поняли, что это как в Библии должна быть. Надеюсь, что пастор Марк смотрит и не следится на меня. Он чем-то поделился, что меня удивило. Он говорит, я читаю Новом Завете, и не пришли церковь, и потом церковь, и потом церковь. И я думаю, какой церковь? Первая церковь только началась 300 лет. После того, как запытия в Новом Завете уже прошли. Не было такого слова, как церковь. 300 лет. Какой смысл Нового Завета? Какие буквы? Очень часто мы читаем эти письма или послания, которые были написаны кем? Я бы объяснил Новый Завет как «Спасите свою душу». это призыв что остановитесь, пристаньте идти в неправное направление. Это евреи, которые написали в стране, евреям, которые братьям, которые в Греции, в Черкесе жили. и это был призыв, чтобы остановиться. Как каждое время есть разные проблемы. Есть религии, которые пришли с Востока, произошли истории Иштар. Иштар имеет эти, как они сказали, эти, что мы празднуем на пасу. И кто эти люди были, которые были в синагоге, они в Галате, в Каримфе, Ефесии, в всех этих местах. И эти города очень влияли на многих. Это как Лондон, Лос-Энджелес, Нью-Йорк сегодня. Они были продвинуты в музыке из-за Британии. И эти люди были забраты из-за Израиля после рабства. Он сказал нашим еврейским братьям Ефесии эти письма или послания посланы братьям, которые не еврейской земле. И он говорит, не идите по неправильному пути с этими религиями Востока и возвратитесь к Богу. И поймите, что есть спасение в Слове, и это в Ишуе. Спасение ваше. Не уходите, потому что они в рабстве. Они не видели этот свет, когда все закончится. Эти письма говорят, есть свет, есть надежда, да, есть спасение. И они писали им в этих письмах. И очень хорошо, что они приняли эти слова, эти пророчества. И что слово придет с Иоанна, с Иерусалима. Теперь есть очень многие, которые верят, что эти пророки говорят. И это происходит из-за кого? Может, из-за Моисея? Нет, конечно, из-за Ишуа. Эти пророчества уже исполнились, даже если вы принимаете или нет. Фактуально это уже произошло. Миллионы и миллионы людей теперь верят в это. И это пророчество уже исполнилось. И мы только говорим о фактах. Вы можете отказаться от всего, что хотите, но это факт. Это произошло из-за Ишуа. Вы не можете отрицать это. Вы можете отрицать, но это все равно стоит фактом. Я возвращусь к этой мысли. Если факты не поддерживают мои мысли, значит, факты не важны. Я только буду думать, что я хочу. Мне все равно про факты. Но мы здесь только говорим о фактах. Они приняли и присоединились. Они оставили своих идолов. Только было две группы людей. Есть язычники, которые в Европе, которые имели эти идолы, разные статуи, и были евреи. они знали, что Бог в небе. Только один Бог немного, и что Он на небе. И на них влияли эти религии Востока. Они начали менять одного Бога, своих Богов на других идолов. И это становилось у евреев. И теперь это начало... Это новая вера. Это как христианство началось. Но это заняло 200-300 лет до того, как первая церковь образовалась. И это только было синагоги. И вот пастор Марк это показывает. Это слово неправильно используется. И смысл всего это общение. Это общение. Это одна измен, которая в этой Библии Марк был. И это нужно. И ждали это много столетий. Может, как с года 16. И это уже 500 лет, может, больше. И пастор Марк очень храбрый. Он изменяет то, что должно. и ничего не меняет. Он просто восстанавливает то, что было потеряно. Я очень просто, но покажу то, что может не так просто. И пастор Марк еще другие примеры. Да, он учит вас здесь. Вы говорили, он говорил о том, что есть то, что неправильно в Библии, он изменяет. Но что пастор Марк учил уже многие лет, и у него есть книги, и книги там, и ролики здесь, и ролики. И я подумал, что произойдет через 200 лет с этого дня? Как можно иметь все учения в одном месте? Они должны быть в одной Библии, и это Библия Марк Билтс. Итак, она строится так, чтобы это было на каждом компьютере, на каждом гаджете, телефоне, чтобы люди, чтобы внутри, когда вы смотрите на эти стихи, вы можете нажать на них, и вы услышите комментарии пастора Марка на этих разных стихах. Еще никто в мире это не делал. Мы проверили, мы никого не... Есть эти комментарии, но эти комментарии может час, может больше, и просто пропевника вредь, я вредь. Но это сильно много. Это просто некоторые стихи, которые он уже учил 30 лет, вы можете быстро нажать и услышать то, что он хоть может сказать. Это на чем пастор Марк работал всю свою жизнь, и будет дополнительно еще тысячи лет. эти изменения, которые должны быть сделаны или поправки к версии короля Якова. И время, чтобы принять эту Библию, которая больше четкая и ближе к правде. Очень много это сделано, конечно, с любви, у него много любви. Он любит людей больше, чем он любит традиции, как копировали и распечатывали эти версии. Я поделюсь одним примером, о котором мы вместе думали. Это неприятно. Это чуть-чуть неприятно. Это не какая-то невинная ошибка. Начинаем с Евреем 8 глава. Вы можете открыть. Это когда говорится о Новом Завете, объявление о Новом Завете. 7 сих. Я прочитаю на английском. Ибо если Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. это просто объяснение, почему нуждался для Нового Завета. Но пророк Крейг говорит, вот наступают дни. И здесь говорят, он говорит слова Старого Завета. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Знакомо. Да, это слова откуда? От Иеремии. Это цитат с Иеремии. И потом приходим к 9-му сегу. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их, то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, пока все звучит правильно, потому что они не прибыли в том Завете Моем. Я пренебрег их, говорит Господь, и пренебрег их на еврите, и мне понравилось их неповедение. Бахал — это чудо, которое вы имеете перед тем, как рвота. Это чувство, это что Бог говорит о них. И здесь мы читаем, а я был отвращен, у меня чуть рвота не началась. И последнее предложение, вот завет, который завещает Дома Израилу после тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут Моим народом. Это конец циата. И послушаем, что Иеремия сказал. Помните, может, я могу показать здесь? Подождите. Надеюсь, это сработает. Вот оно. Отлично. Видите голубой цвет или синий цвет? Но я их пренебрег 9 стих я был отражал Их действия отращали меня. Приходим к Иеремии. На евре мы читаем их поведение отращало меня. И потом Иеремия 31 глава не завет, который я сделал их отцами тот день, когда их за руку вывезти то, что они хотя я был их господином. Не то, что я был отвращен ими, я был их господином. Да, это не какое-то совпадение. Это специально, чтобы сказать, отвращен им, поэтому я избавился от них. Теперь я имею вас, церковь, чтобы вы были моей. Нет, это неправильный цитат. Давайте будем честны и скажем, может быть, может, это была какая-то ошибка. Может, есть шанс, что это была ошибка. Больше всего это может не вина. Была Баальти, не Баальти. Бааль, это как муж. На английском учае что он был их господином. Наверите, я был их мужем. Они женился в них. Не то, что я был отречен ими. Это то, что пастор Марк исправил. Он не позволил, чтобы эти искажения были в Библии. Я думаю, это будет Библия, которую Марк создает. Это будет для будущего. Это будет точность слова, чтобы не впадать эти уважения к традициям, чтобы имели эти искажения и ошибки. Да, мы не должны соглашаться на компромисс. Надо быть храбрым, чтобы это сделать. Я сам много лет назад к мне подошли баптисты баптисты с южной страны, Денин Фрейд, они сказали, чтобы ты перевел главу с Нового Завета. Я взял Матвей, это главный лидер. Я видел какие-то искажения. Не как хорошо мне получалось, как пастор Маркл, потому что он мог сразу сравнить другими местами. А я просто перевожу. И они очень обрадовались. Они сказали, мы готовы дать это и то, большие богатства. Я подумал об этом пару дней, они сказали, что это очень нужно. Мы нуждались в это много лет. Я возвращался и сказал, нет. Я сказал, нет. Они спросили, почему нет. Большая причина была, я боялся, что я сделаю ошибку, когда я буду делать перевод, и я начну эту спираль неточности. Я не хотел за это отвечать. Например, они сейчас спринтуют 5 миллион книг и дадут людям. Да, моя ошибка может произвести другие ошибки у других. Я не готов на это, несмотря сколько денег мне предложат. Я себе не доверял. доверяюсь, но я доверяю пастору Марку. Я делаю все своей стороны, чтобы помочь ему рассекать эти слова и проверить каждый источник, чтобы понять каждый источник точно. Я думаю, почему-то будет очень сильная Библия на многие поколения. Она будет превыше многих Библий, которые уже существуют из-за его прекрасного понимания большой картины. Это одна ошибка, которая больше, чем моя какая-то ошибка. Мы читаем, что я был их мужем, не то, что я был разрешен ими. Есть многие другие. Это не ошибки, находим. Другое место, где мы можем заметить в Новом Завете ошибки или неточность. это не моя тема. Это больше тема Марка, когда мы читаем, как они показывают евреев одно, что открылось мне во время учения пастора Марка. Это один стих, у меня сейчас нету со мной. Я помню этот стих, и он говорит, мне кажется, он нам это учил. Есть это слово церковь, церковь на одном месте, когда они делают некоторые неплачастивые вещи. Тогда мы там читаем синагог сатаны. Если что-то сатаническое или не от Бога, то это связано с евреями. Не церковь, а просто синагога. Это другое, что мы должны сосредоточиться. Есть другие ошибки. Есть намного больше. Некоторые слова, которые могут быть не сильно точные слова, были использованы. Одна из это проблема с деньгами. Сириотип. Если мы вспомним историю, деньги запрещены в Библии. Не то, что деньги запрещены, но это процент. Это процесс в банках. Давайте попробуем по-другому. Есть еще пару минут. Это сеть бизнеса, это интерес или процент. Это запрещено старым и новым завете, чтобы брать эти проценты. Но думают, как экономия работала, если нету этих процентов. вы знаете, какое это слово для процента на иврите? Это нешех. Это нешех. Нешех значит байт. Это нешех. Это укусить. чтобы кусать. Это к чему Библия сравняет эти проценты с деньгами. Но запрещено в Старом и Новом Завете. Без никаких процентов. И кто будет делать эти грязные работы? Сказали, вы евреи делаете это неприятное. Да, конечно, они не держали эти деньги, это не принадлежали им. Они предавали дальше государству. Но им надо было брать эти проценты в Европе. И это была связь. Не то, что им надо было брать эту работу с процентами, но им пришлось, потому что это была самая низкая работа, это была грязная работа. Это заставляли евреев это делать. И потом, конечно, эти деньги потом шли в государстве. Но они делали эти неправильные работы. Их заставляли. То, что было другим неприятно. Я думаю, можем заканчивать. Итак, я хочу поблагодарить. Есть еще очень много. Вы можете спросить пастора Марка об этих ошибках. Но он учил на них последних пару лет, но мы сейчас работаем над этим. И это будет прекрасно. Когда выйдет что-то будет Библия, где будут эти прорывки. Итак, мир, шалом всем вам. Перед тем, как ты уйдешь, мы очень сказать, как благодарны, и каким благословением ты был для нас, что ты позволил, чтобы пастор Марк мог отдохнуть. Мы так благодарны за тебя. Я знаю, что пастор Марк благодарен за тебя. Будь Бог благословит. Итак, мы разойдем те листочки дальше. Итак, спасибо, что вы здесь присутствовали. Мы благодарны за всех, которые поддерживали деньги и закончим с благословением Арона. шалом. Вы можете все идти. Спасибо всем вам. с благословением